Зарплату сотрудникам железной дороги Молдовы выплатят в полном объеме до конца этого месяца. В общей сложности у компании на данный момент долги составляют 130 миллионов леев, и администрация не знает, сколько времени потребуется на их погашение за январь и февраль. Руководство ЖДМ сообщает, что для снижения финансового давления компания взяла кредит на сумму 35 миллионов леев и сократила повышение окладов. Мы выплатили зарплаты, закрыли октябрь, ноябрь и заплатили около 10 миллионов леев за декабрь. Поставлена задача к концу марта расплатиться по зарплатам за декабрь и закрыть год. Мы понимаем, что человек не может ходить на работу, не имея ничего в сумке. Работа тяжелая, и мы делаем все возможное. Никаких других расходов, кроме как на зарплаты, дистоплива и электричества нет. ЖДМ – это бизнес, и когда он терпит убытки, надо затянуть пояса, чтобы вернуть компанию в нормальное рабочее состояние. И тогда у нас не будет проблем с предоставлением этих премий. С финансовой помощью для развития железнодорожного сектора Молдовы спешит Франция. Сегодня обе страны подписали соответствующее двустороннее соглашение. Предусматривающее модернизацию железной дороги за счет цифровизации услуг и покупки вагонов и локомотивов. Это финансирование, которое поступит от правительства Франции. Будем контактировать, в том числе, с Европейской комиссией. Может, договоримся о кредите, может, будет грантовая составляющая. Что касается суммы, то это будет понятно, когда мы вместе определимся, какое оборудование будем закупать. Приоритет отдается вагонам, локомотивам и оборудованию для техобслуживания. Ситуация такова, что если существующие вагоны не будут обновлены в ближайшие пять лет, они выйдут из строя. Франция, как европейский лидер в области железнодорожных технологий и машиностроения, предоставит техническую помощь и экспертные знания правительству Республики Молдова и ЖДМ. Министерство финансов и Французское агентство развития будут работать с Министерством инфраструктуры над определением приоритетов для инвестиций. Для восстановления всей инфраструктуры железных дорог в Молдове необходимо около трех миллиардов евро, отметил в интервью журналистам Андрей Спыну. Вскоре будет объявлен тендер на восстановление 150 километров железной дороги. Одновременно завершено предварительно технико-экономическое обоснование строительства железнодорожной линии европейской колеи по направлению Ясы, Ункены, Кишинев, Одесса.